Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, сделаем теханализ. Я торгую уже 24 года, и каждый день записываю эти видосы уже 4 года. Каждый день ничего не пропускаю. Смотрите мои видео, это бесплатно. Моя задача это зарабатывать деньги. На этом аккаунте я начинал со 150 тысяч, а теперь там уже почти 600 тысяч долларов. При том, что я забираю оттуда деньги, инвестирую в какие-то проекты. Например, вот инвестировал в компанию Илона Маска про искусственный интеллект. Зарабатываю деньги, вот было 150 тысяч, стало 600. Ну, там было больше, но я же забрал оттуда деньги и трачу со своего аккаунта. Ну, а в целом я продаю те активы, которые стоят дешево. Подождите, не так. Я продаю то, что в перекупленности, то, что дорого. Например, я покупал биткоин по 16 тысяч, а продал по 66. И эти деньги я перелил в Теслу. То есть, я продал то, что уже перекуплено, стоит дорого. Купил по 15, по 16, а продал по 66. Там было перепродано, я купил, и стало перекуплено, я продал. И перелил эти деньги в Теслу, которая была перепродана. По 140 я брал, и теперь уже стоит 180. Вот там, попытался объяснить вам свою логику. И вам тоже рекомендую. Не сидите на каком-то одном активе, покупайте то, что перекуплено. А, вернее, то, что перепродано, покупайте. Зарабатывайте на этом. Продавайте, когда оно перекуплено. Ну, то есть, короче, дешевле купите, а дороже продайте. Покупайте, когда дешево, а когда оно становится дорого, то продаете. И затем снова покупайте какой-то актив, который стоит дешево. Это не то, что там просто сидеть и держать. Купили по 16 биткоин, смотрите, когда он стоит 69. Потом смотрите, как он опять дешевеет. Не в этом смысл. Нужно купить дешево, а когда дорого, надо продать. Иначе вы просто теряете деньги. И кто смотрит мои видео, те знают, что я предупреждал. Это было еще в 21-м году. Всех тогда предупреждал, я был единственным человеком в мире, кто сказал, все продавайте. А потом, в сентябре 22-го года, я предсказал дно на рынке. Сказал, все покупайте. И сам открыл крупные позиции. И потом, в марте 24-го года, я продал биткоин, продал доджкоин. И мне такие говорили о лошара. А доджкоин подешевел с тех пор. Поэтому, я покупаю то, что дешево, и продаю, когда оно станет дорого. И так снова и снова. Таким образом, я зарабатываю деньги и увеличиваю капитал. Что, заболтался, короче. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем графики. Рынок идет вниз. Uniswap минус 5,6%. Но все еще выше той цены, по которой я покупал. Я брал по 10,90. А, нет. Под 9,90. Поэтому я там зарабатываю. Открываем биткоин. 66,400. Текущая цена. Интересно, что на недельном таймфрейме я вижу большой бычий флаг. И когда закончится коррекция в этом флаге, когда об этом это не было, но когда она закончится, это все равно бычий флаг. И когда закончится коррекция, то будет хороший рост, потому что большой бычий флаг. Так что можно сказать, даже несмотря на то, что биткоин не растет пока что, здесь все равно бычий флаг. И когда биткоин выйдет из этого бычьего флага, неважно, когда это случится, и куда там упадет биткоин, на 59 тысяч долларов, или уже там закончилась эта коррекция. Я пытаюсь тут просто подцепить эту линию, что-то не получается. Я на айфоне это все делаю, чтобы вы понимали. Торгую, теханализ, видосы записываю. Ну в общем, когда биткоин выйдет из этого флага, то цель будет 106 тысяч долларов. На 88 тысяч там сопротивления у биткоина. Изначально это была моя цель. С тех пор, как мы начали волны илета считать. Отсюда мы их считали. Затем начали вторые волны илета. И там у меня была цель 88 тысяч. Я все еще жду, пока биткоин упадет на 63 тысячи или на 59. Но стахастик начинает разворачиваться вверх. Криптогуру бота все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Стахастик разворачивается вверх на дневном. Что на дневном? В перепроданности стахастик снова вниз разворачивается, но в перепроданности. И объемы пока что не растут. Падают объемы. Но стахастик в перепроданности, на дневном. Криптогуру бота дал сигнал на продажу. Этих ботов, кстати говоря, вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Криптогуру бота, биткоин индикатор бота. Но, как правило, на дневном я их не использую. Использую на недельном, на месячном. Ниже смысла не имеет. Потому что на низких таймфреймах слишком часто дают сигналы. Также, что я вижу на графике, это голову и плечи. А, нет, извините. Это двойная вершина. И еще одну двойную вершину. Это вот здесь. И вторую двойную вершину. Вот здесь. Две двойные вершины. Сильное сопротивление у биткоина. Интересно, почему? Что за причина такая для этого сильного сопротивления? Что же там происходит такое? Сильное сопротивление там на 72 тысячи. Кто держит этот уровень? Кто там все продает? Почему они там продают? В чем причина, почему 72 это сопротивление? Интересный вопрос. Также на графике восходящий клин, о котором я предупреждал несколько недель. Из такого клина мы выходим вниз. И биткоин действительно вниз и вышел. Но пока что нашел поддержку. Даже, смотрите, на выходных сильно не упал. Сложное решение теперь нужно принять. Почему? Потому что я вижу две двойные вершины. Одна двойная вершина вот здесь. И говорит о том, что мы можем вниз пойти. Тем более еще восходящий клин. Видим еще одну двойную вершину. И там двойная вершина. Эти две мелкие двойные вершины можно рассматривать как одну крупную двойную вершину. Но в принципе ладно. В итоге придерживаюсь своих прежних торговых идей. У меня это был изначальный план, который я держал уже несколько недель. С тех пор, как я все продал в марте. Эти торговые идеи зайти от отметки 63 тысячи 59. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И три, присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. И всегда есть какие-то трейдеры онлайн, с кем можно пообщаться. И теперь что у меня на Байбит. Эти ордера уже установлены. На 1 миллион дочкоинов хочу зайти по 0.107. На 2 биткоина по 63 тысячи долларов. Или даже больше поставим на 5. Потому что будет хороший отскок от этого уровня. И также на 10 биткоинов по 58 тысяч долларов. На балансе 598 тысяч 100 долларов. 25 тысяч плюс 63. Это 88. Плюс еще 340 тысяч. Это получается примерно на 420 тысяч я в кэше. МСРТ на 85 тысяч 400 долларов. Юнисвап на 51 500. Минус 2 процента. Но все еще выше той цены, по которой я брал. Биткоин на 13 300 долларов. Покет на 5000 долларов. Я сильно сократил все позиции. Но сейчас я собираюсь... В общем, у меня уже установлены ордера. Покет по 4 цента. Ворлд Коин по 2.10. Додж Коин по 11 центов. Биткоин по 58 тысяч. И что еще? Додж Коин. Да я бы... Может быть... В общем, проблема в том, что падение уже заканчивается. Вот что я думаю. Но хотя может упасть еще дальше. Но... Если не упадет и удержится... Потому что, смотрите... Вроде бы дальше и не падает уже. Но хотя... Додж Коин может упасть на 11 центов. К примеру... Если Додж Коин брать... И... Уменьшаются торговые объемы. Чик... Да. Я лучше не буду сейчас покупать. Я оставлю те ордера. На 11 центов. 12 центов может тоже неплохо. А что у меня по Додж Коину? На 11. Но... Хорошо, пускай остается. Но давайте, может быть, на общую капитализацию посмотрим. Где же дно? Двойная вершина на капитализации. Ровно то же самое, что и на Биткоине. Да. Эфириум... Нет, это не эфириум. Вот эфириум. 3600 долларов. Двойная вершина и здесь тоже. Будет сильное падение, готовьтесь. Тогда нужно посмотреть Юнисвап. Может, имеет смысл тогда закрываться. Уже 5% падения. Стохастик в перекупленности. А сейчас разворачивается вниз. И большие объемы на продажу зашли. Посмотрите, утром было еще 12 долларов. И кто-то дампанул Юнисвап. Но здесь также я вижу большую W. А также я вижу большой нисходящий треугольник, из которого Юнисвап вышел вверх. На самом деле уже и коснулся моей цели, которую я ставил. Но также есть еще и крупная формация. Это массивная, перевернутая головой плечи. Чик-чик-чик. Не закрываю. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Поделитесь этим видосом с тремя своими друзьями. Скажите, пусть начинают учиться трейдингу на моих видосах. Неважно, чем вы занимаетесь, какая у вас профессия. Может вы слесарь, может сантехник, может вы недвижимостью занимаетесь, может вы доктор. Все равно вы можете инвестировать деньги. Но для этого нужно учить теханализ, чтобы вы понимали движение рынка. Покупать дешево, а продавать дорого. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.